Так, надо для начала вот из-за этого срань не выбраться, блядь. Что нахуй тут устроили? А это же самый кайф, вся эта срань. Думаешь? Насрать по всей идее. Здарова, друзья! Сегодня очередной выпуск. Сегодня буду снимать в тактическом центре «Контакт». Сегодня будем смотреть и проверять, на что способна защита глаз. Я настаиваю глаз, потому что будем проверять визор. Михаил, Михаил, давай поздороваемся на камеру. Как будто первый раз. Да, Кирюх, номер 46. Да, сейчас еще должен дядь Дима подъехать, но может быть и не подъедет. Пока готовимся. В общем, задача какая? У нас есть визор нашего отечественного производства. Несмотря на то, что здесь все на импортном написано. Короче говоря, делают у нас в Москве парняги. И нам подогнали попробовать. Это очень круто. И тут разделась идея как раз сравнить прочность. И от чего они могут защитить. Мое мнение не от чего, потому что, по сути, говорю, это защита глаз. Зубы все высыпаются, все высыпется. Вообще сейчас многие кисты играют в капе. С капой. В капе или с капой? С капой. С капой во рту. Боксерской. Помогает немножко защитить зубы там. Ну, скорее не зубы, а губы, ёпт возьми. Чтобы от рассечения, чтобы, короче, об свои же губы, зубы не порезать. Губежки там и все остальное. Вот в моих глазах это так. Ну, может быть там от шайбы, например, овечки потерял зуб свой от высоко поднятой клюшки, например. Вот от этого защитило бы капом. Но он там не носит по своим причинам. Коли же мы в тактическом центре, все дела. Вот такую штуку мы придумали. Но это пока короткий вариант. В общем, шайбу будем запускать из лука, из арбалета. Знающие люди покрутили ее виска, сказали, что ничего не получится. Возможно, ничего не получится. Но мы будем пробовать. Шлем, короче, купил у Славы. У Славы купил шлем. Да. Да. Заезжал к Славе, купил шлем. Этот шлем стоит 300 рублей. Я такой шлем ни разу не видел. Это, короче, шлем 300. Есть 45-200, 21-200. Есть вот такой 30. Сделан в Канаде и летом, я думаю, очень много. Кстати, твой размер, наверное. Да. Так себе затея. Твой размер. Вот наш хоккеист, который будет держать эту всю тему. Покажу по этому крутому месту. Во-первых, изобилие всяких масочек. Это очень круто. Я тут принес свой пистолет, но тут, в принципе, местных хватает всяких штук. Но это, правда, такие все вещи. Где клоун? Тут клоуна. Клоуна огонь. Там, значит, мы еще побываем. А, или там можно побывать, наверное, прямо сейчас, в принципе. Что? Здесь, короче, в пейнтбол играют люди. И в страйкбол, и во всю такую тему. Может, как-нибудь команду соберемся, тоже поиграем. Визор. Сначала визор классический. Не помню, как он называется. Кстати, не знаешь, что это за компания? Я спрашивал, да? Короче, вот в этих визорах полка Хаэлла точно не играет. Я не помню, это знаменитый, один из самых популярных. Очко? Очко, да. Очко. Дядь Дима звонит, Димон меняет. Так, алло, Димон. Ага, значит, дядь Дима не приедет. Наш арсенал начальник. Это мы, короче, уже попробовали там расхерачить. Он расхерачился. Значит, это все игрушки. Это крутая игрушка. Пуляет громко. Вот такой вот дрянь. Такой дрянь, они, короче говоря, взрываются шумно. Самая адовая тема вот эта. Как это называется? Эдган Матадор. Вот так и называется. И вот этот вот Матадор, он, по идее, должен вообще шлем истребить. Поэтому мы его оставляем напоследок. Вот это вообще крутая тема. Блин, он выглядит, как он весит, слушай, нормально. А это страйкбольная, да? Да. Страйкбольная тема. Где себе? А что, она не падает? Или я не попал? Падает что? О, просто не попадал. Слушай, шлем-то на самом деле действительно раритетный. Может, и не надо было его крошить. Хочется понять, насколько прочная эта штука. По ощущению, очень прочная, потому что там предварительно попробовали. Ну, нормально выдерживает. Но это импортная тема. А основная задача сравнить с нашей, которая нам, так сказать, дали попользоваться. А мы ее испортим. Визор, в принципе, аналогичный по всем своим. Ну, снаружи, по крайней мере. Задача раздолбать тот и этот и посмотреть, какой из них быстрее сдастся. И, собственно, все у нас для этого есть. И шайбой, и всем подряд, и арбалетом потом вздемнем, и вообще будет. Насколько вы хватит? Я знаю, что его точно возьмем. У нас тут дилемма. Гранатомет, надо его поближе посмотреть, друзья. Эта игрушка, конечно, очень непростая. Причем, это гранатомет с нарезным стволом. Нет, тут, наверное, видно не будет. Короче, он стол нарезной. И весит. Вот так вот, да? Да, вот так вот. Нарезной стволец. Где он там? Увидим его. Все вот эти мероприятия, они на самом деле нормально обходятся. Есть очень грандиозная идея, как проверить хоккейную форму немножко нестандартным образом. Но так им бюджет нужен там 1300. И желательно, чтобы тот помогал с CCM или с Bauer, какими-то крупной компанией. И было бы очень интересно снять там на открытом воздухе, и использовать все подряд, вплоть до танков. Уверен, это было бы интересно посмотреть, но пока нет такой возможности. Надо очочки один. А чули. А чули. Мой личный, классика. Кольт 911. Очень мечтал в свое время, но сейчас бы уже не купил. 5 тысяч жалко. А это что за штука-то? Отличная вещь, тебе понравится. Нет, я имею в виду, макет подошло. Какой? М-ка. М-ка, да. А как целиться? Здесь нет точек. Нормально. Для строкболиста не целиться. М-ка, мне понравилось, капец. Так, но... Юб-ка, слушай, он глупит нормально. Тут прям... Ну вот они видны, кстати. Ну видны, но он целый. То есть глаза бы защитились. Да, вот здесь скольчики. А верхний, по-моему, был скол, если честно. Мне вот интересно, как строкболисты играют и не боятся... Ну она в глаз прилетит в щеку... Ань, ну она в очках, да? Выковыриваясь. Выковыриваясь? Да, боятся. Несмотря ни на что, я в очках и в галстике. Нормальная тема. Ну-ка. О, на предохранителе. Нет? А там шарики-то есть? Да. Ну да, да. Совершенно другая тема. Вот пошло, по-моему. Он прям спустил сейчас дважды. Не знаю, ничего такого я не вижу здесь прям крайне жесткого. Да вообще ничего жесткого-то и нету. Давай я рубану его в упор. Лер, ну не в упор, поближе просто подойду. Ну и что, тогда виза. Сейчас стреляю визу. Вот на меня набрать. Опять. Цель. Я есть, нет? Ну-ка, виза. Попал где-то? Не знаю. Я тоже. У меня цель другая. Попал. Не разбивает его, он рикошетит. Вот сюда вот ты стрелял. Вот он здесь. Ну, в принципе, под углом, наверное, должно быть видно. И, в общем, ну, обычный пневматический пистолет. Не особо ему наносит урон. Сейчас начнем. Давай твоей игрушкой. У Кирилла есть супер-дрянь, которую он анонсил. Супер-дрянь. Супер-дрянь, да, которую он анонсировал. Сейчас, значит, проверим сначала шлем. Приготовление, конечно, жопа целая. В шлем, да? Ёпт твою мать. По-моему, не в шлем. Ты смотри, ты обгрыз просто. Ты кому удал стрелять? Как бы это не шлем. Слушай, он вообще сбился, прицел нахрен. Я прощал вот прям на середине. Руко в купу. Я кричу. Сейчас вот мы с этой пульнули. До этого страйкбольная тема. Вот эти все пневматы. Они как бы... Я мог в этом шлеме стоять, было бы не страшно. А вот в этой штуке не то, что страшно. Ой-ой-ой. И просто прошилы. Смотри, сзади. Ёптать, на вылет. А вот кусочки пульки. Чуть-чуть. Осколочная. Да, фугасная. Так, ну визор сразу не выдержал, да? По нему, я думаю, уже, наверное, смысла нет шайбой херачить. Короче говоря, с такими темпами до шайбы они явно не доживут. Но, по крайней мере, этот. Так, сейчас, короче, стараюсь попасть в болтик, который бы крепил по сетке. Ну, посмотрим. А, ну тут почти попал. Ты глянь. Видал? Ты чувствуешь уровень? Три-два-раз. Та-дам! Ну, все, да. Причем я как бы не особо-то попал. Нет, почему-то попал, а ну-то скользил. Я целился сюда. Перемещаемся на другую локацию. Сейчас будем взрывать шли. Поэтому одел маску. Там полетит всякая дрянь. Не хотелось бы попасть под раздачу. Так, вот такая конструкция. Сейчас из гранатомета будем по этой... Просто знаешь, что? А, это тот, который сразу взрывается. Без задержки, да? Да, да, да. Ёптой мой. Ну, давай. Неприятненько. Чё это? Момент никакой, не понял. Я тоже не понял. Так, а знаете, что... А, вот он, блядь. Не помалка. Он отрикошетил вот сюда. Вот так надо ебашить. Давай уж гранатку закидим. Готовы? Да. Нет, ну давай. Максимально близко подошел. Алиса еще будет заебить. Да? Блядь. Аааа! Нормально. Блядь. Тридцать. Тридцать. Друзья, берем. Визор целый. В принципе, хоккейная защита, она, ну, в состоянии справиться с этой темой, поэтому... Продолжаем глумиться над шлемом за 300 рублей. В общем, конечно, многострадальческий уже стал. Кто бы знал, да, что этот шлем так закончен. И визор. Пробуем визор. Вообще, этот визор даже как-то смотрится получше, чем тот, если честно. Тот как-то более хлюпким смотрелся, но оказался не таким уж хлюпким. Так. Арбалет. А это арбалет какой он считается? Спортивный? Или какой? Я не знаю, бывает спортивный арбалет или нет. Ну, хрен. Ну, то есть, это охотничий или... Ну, у нас, честно, запрещено охотиться в России с арбалетом. Ну, по идее, да, его можно использовать. Короче, это адовая тема какая-то сейчас будет происходить. Вот против вот этой штуки. Значит, надо нам соединить. Ты что, за сверлом? Нет. А зачем? За арбалет? За луком. За луком. За луком. Нихера себе здесь наконечники, я вам скажу, ребят. Адовые. Такая штука интересная. Сейчас. Он же вам назад не полетел уже. Уже без шайды. Стрела. Какой же здесь не стоять, потому что... Нет, я-то пойду, знаете... Это все стрёмно. Я могу камеру оставить, а вы мне расскажете потом. Почти. Есть подождение, что стреляет, да? Ёптовая мать. Ну, я думаю, на этом стоит остановиться, блядь. Нет. То есть... У меня есть одно дело. Слушай, ну, если попал бы, то было бы нормально. А ты что, хочешь просто рубануть, да? Ну, рубани в затылок. Да, потому что визард это точно фаскерайк. Подожди. Ты готов? Не знаю, ну давай. А ты очень меткий парень, я смотрю. Во-первых, мне в маске вообще не прицелиться от слова совсем. Это что-то, чтобы нам не было наконечника. Да, да, наконечника здесь нету. Нигра себе. Это тупая стрела просто. Это просто кусок тупой стрелы. Ну, кстати, есть пизда, да? Ну, я изначально был... Визор, визор. Мы видели, на что способен тот визор. Тысячерублевый визор. Давай посмотрим, на что будет способен он. Я ждал, что он насыпется, если честно. Но нифига. Он прям четко подсадывает. Вообще. Ты глянь. Вообще. О, мяйники даже. Ребресенький стал. Ребресенький, да. И изнутри тоже, правда, тоже чувствуется. Но, смотри-ка, крепления не разлетелись. Что приятно. Слушай, может, тот был старый, застаревший, а этот новый еще пластик не успел одеревенеть? Ну, не знаю. Тот все-таки стоит угу-гу, а этот... Убийца-убийца. Если попадет. Если попадет. Давай. По-моему, попал. Он погасил. Слушаю, да, этот выдержал. Смотрите-ка, визор-то в порядке. Тысячерублевый визор, а он в порядке. И смотри, она даже, если здесь вот увидеть, искажение-то пошло. Геометрия изменилась, но не лопнула. Так. Слушай, а есть? Вообще, вы прям ультраметкие. Тругой-тругой, пока она горячая. У-у-у-у-у. Тепло там, да? Во-у-у. Реально держит. Вообще, держит полностью. Напоминаем то, что пробиваем шлем. Шлем-то пробивали. Слушай, а давай тут еще раз рубанем для... Как сказать? Вот, короче, визор, на котором тренировались. Попробуем по нему. Он, конечно, треснутый. Может, это не совсем честно. Но по нему, наверное, еще хер попадем. Да, вот. Я вот хотел тебе сказать как-нибудь... То есть вопросов вообще не должно быть. Просто я даже не знаю. Он проб в говнище разлетелся. Саня думает, что он снайпер. Прошел элитные войска. Можно лезть. Но главное, что держит. Держит. И даже несмотря на то, что в натуре, он уже геометрию поменял. Так, что, давай крепление проверять. Закрыть. Бах! Красава! Прям идеально. На все это. Лайк тебе. Блин, ребят, ну вы в натуре сделали визор. Как бы... Многие говорят, что вот эти просверленные, как бы, отверстия, они, ну, херовые идеи по сравнению с желобом. Вот то, что я сейчас сказал. Но нет, держит. Так, ну что, опять, да, мы бежим в другое место. Визор, ну, вызывает уважение реально. Потому что он выдержан достаточно... Достаточно агрессивное отношение вообще к себе. Это какая? Нормальная. Нормальная? Нормальная. Жоп у вас, я подальше отойду. Прощай, визор. Вот сейчас четенько было визор. Прям четенько. Ну, поцарапался чуть-чуть. Ну, поцарапался, я понимаю, конечно. Короче, я реально впечатлен, потому что я думал, ему наступит кирдык. Я считаю, надо сейчас его снять с этих креплений. И, ну, попробовать его растоптать там чуть-чуть. Может, вернем производительный? Да, скажем, пацаны, классная штука. Друзья, за тест телевизора парни реально делают на совесть. Потому что вот то, что всеми признано, и там в районе 3-5 тысяч стоит, как бы не выдержало того, что выдержала вот эта тема. Тут тестирующих хватало. Михаил, как не из хоккея, что ты скажешь? Ты бы не побоялся в этой штуке играть? Даже в страйкбол. Даже в страйкбол. Кирюх, что ты думаешь насчет этого визора? Я к сеточке ближе. Ну, в общем, все, друзья. На сегодня это все, что мы хотели показать, рассказать про то, что можно найти и купить. Поэтому не ленись поставить лайк вот этому супермену, который, собственно, позволил здесь снимать. Если тебе хочется отдохнуть красиво, то можешь приходить в Багратионовский проезд, дом 7, ты тут найдешь вот такую штуку крутую. Тут, кстати, есть такая тема вообще. Я не буду ее понимать, потому что она реально тяжелая. Вот этой херни. Вот эта вот крутая херня. Мамаган. Реально тяжелая. И можешь прекрасно провести время. Здесь, кстати говоря, мы сейчас даже какие-то цены увидим. Цены увидим. И сейчас мы поговорим про скидку. Итак, если ты сюда придешь, захочешь поиграть, будет ли здесь Кирилл или еще кто-то, надо сказать промокод какой? Стальные крылья. Стальные крылья. И вы получите 10% скидку. 10% скидка, да. Или слэпшот. Слушай, пусть слэпшот тоже скажут нормально. Не вопрос. Короче, стальные крылья или слэпшоты, пожалуйста, приходите. Получайте вот такое же удовольствие. На самом деле штука классная. Поэтому все, друзья, будьте позитивными. И не забудьте подписаться, поставить лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok